Быть дирижером непросто, тем более, когда тебе всего лишь 9 лет и под руководством у тебя чуть больше 30 музыкантов. Правда, не совсем обычных. Здесь главное самообладание и чувство ритма. Да, я немножко почувствовала себя настоящим дирижером, потому что была такая атмосфера, то, что вот я тут такая единственная, такой неповторимый дирижер, то, что вот мой оркестр самый лучший, и мне все понравилось. Под управлением веселого дирижера затанцевали инструменты, скрипка, труба, флейта. Все они пустились в пляс. Хореографическая постановка «Оркестр» в исполнении детского ансамбля «Красная звезда» поразил зрителей и членов жюри своей энергетикой и техничностью. Очень долго готовились, очень долго трудились, хотели победить. Ну, мне очень нравится заниматься танцами, у меня от этого поднимается настроение, и мне, в общем-то, становится хорошо на душе. Занимаюсь я уже седьмой год танцами. Жизнь в любом творческом коллективе состоит не только из многочасовых репетиций и подготовки к отчетным концертам. Особое внимание педагоги уделяют конкурсным выступлениям. Для детей очень важна оценка их труда. Это у нас пока первый конкурс в этом сезоне, но впереди у нас еще много-много свершений, побед. В марте мы едем на конкурс в Сочи, в Догомыс. Там, ну, старшая группа, там прям должно быть очень-очень интересно. Пока юные артисты выступают на сцене, педагоги и родители поддерживают их за кулисами. Они главные критики и первые благодарные слушатели. Очень дружный коллектив, и детки все наши дружат. Ну, а тем более участие в таких конкурсах, естественно, готовимся и морально, и физически. Ну, а мы, как родители, всегда готовы поддерживать. И, естественно, когда мы наблюдаем наших детей на сцене, это очень волнительно. И, естественно, держим за них кулачки. Любой конкурс – это удача, помноженная на техничность исполнения. Юные артисты знают – второго шанса не будет. Победит сильнейший. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».